Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями проводится необходимая работа, направленная на выявление схем мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Можно говорить о различных видах совершения мошенничества, как совершаемого гражданами в отношении юридических лиц, так и совершаемого юридическими лицами в отношении граждан. Если говорить о мошеннических схемах, совершаемых юридическими лицами в отношении граждан, то необходимо отметить несколько различных позиций. В последнее время учстились случаи совершения мошеннических операций, связанных с недвижимостью, когда людям предлагается купить квартиру, продать квартиру, купить офис, купить какие-то нежилые помещения, продать нежилые помещения, и под видом различных операций совершаются аферы. Необходимо четко понимать, где вы собираетесь купить недвижимость, у кого вы собираетесь купить, и, естественно, проверить все необходимые документы. Не стесняться перепроверять документы, не стесняться обращаться в государственные органы, которые якобы выдали эти документы для того, чтобы проверить их действительно подлинность. Поскольку зачастую на рынке присутствуют поддельные документы, предположим, человеку предлагают купить какое-то небольшое помещение, предоставляют документы, на самом деле эти документы поддельные, и продавец не имеет никакого отношения к данному помещению. Естественно, стоимость недвижимости в Москве достаточно большая, и сделка даже по покупке небольшого помещения может составлять от 100 тысяч долларов и выше. Естественно, это достаточно серьезные деньги, которые, ущерб и потери их для граждан достаточно наносят серьезный ущерб. Необходимо внимательно относиться к заключению договоров с различными фирмами. Наши сотрудники выявляли случаи, когда специально мошенники создавали определенные конторы, которые якобы предоставляли либо, предположим, продукты питания продавали, либо какие-то бытовые технику, может быть, еще что-то, автозапчасти. Они заключали договор на продажу того или иного вида товаров, после чего принимали деньги, но под различными видами отказывали в выполнении взятых на себя обязательств, пытаясь свести данные взаимоотношения к гражданско-правовым отношениям. То есть, вынудить человека, обращаться в суд, судиться, а, естественно, это долгий процесс, таким образом набирали деньги и пытались скрыться. Но нашим сотрудникам удалось задержать несколько подобных преступных групп, и не только их рядовые участники были привлечены к ответственности, но и непосредственно руководители также понесли заслуженное наказание. Расследование проводится по подобным делам. Наши сотрудники активно участвуют в выявлении подобных преступлений и привлечении к уголовной ответственности лиц виновных в создании вот таких вот пирамид, скажем так, жилищных пирамид. Но также необходимо, чтобы граждане внимательно относились к фирмам, куда они собираются внести деньги, под какие объекты они собираются внести деньги. И в случае возникновения сомнений, каких-либо сомнений, обращаться к специалистам, обращаться к профессионалам на этом рынке. И в случае подтверждения этих сомнений, незамедлительно, конечно, обращаться в правоохранительные органы с целью того, чтобы меры были приняты непосредственно на первоначальном, скажем так, этапе. И, возможно, аферисты, мошенники не успели бы вывести деньги куда-то, там, за рубеж, в какие-то другие активы, чтобы эти деньги были найдены и возвращены пострадавшим. В сомнении есть некие приемы, которые используют мошенники, они достаточно опытные психологи. Создается специальный ажиотаж, создается ситуация, когда если там 5 минут у вас, мы вам дадим машину, едем к вам домой, берем деньги, вносим. Поэтому, естественно, это должно насторожить людей. Также, естественно, граждане должны понимать, что расчеты за сделки по недвижимости должны проводиться по безналичному расчету. То есть деньги должны вноситься на расчетный счет через банки и так далее. Если вы приходите в какую-то комнатенку в подвале, и вам предлагают внести наличными денежными средствами, там, положим, 100, 200, 300 тысяч долларов, и вам не дают никаких документов на это, какой-то там, или какой-то квиточек, да, чтобы вы оплатили, это, конечно же, вас должно насторожить. В данном случае незамедлительно необходимо обращаться в проходительные органы. Скорее, совершаются мошенничества гражданами в отношении этих организаций. То есть и операции с кредитными картами, и с кредитами, и в области страхования, когда граждане придумывают различные хитроумные схемы для обмана финансовых институтов. Также необходимо говорить и о попытках, положим, списать какие-то акции с счетов реальных владельцев, внести изменения в реестры. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что мошенники, пользуясь различными поддельными документами, списывают акции со счетов реальных владельцев. Было выявлено несколько десятков таких случаев, когда мошеннические группы подделывали документы, паспорта, доверенности, и у реестра держателя списывали эти акции, потом, естественно, пытались их продать, иногда удачно, иногда неудачно. Но в любом случае такие преступные группы выявляются. Было выявлено несколько десятков их, и организаторы этих преступных групп получили наказание по решению суда около 10 лет решения свободы. Зачастую мошенничество пытаются совершить именно в отношении достаточно известных компаний, списать акции известных компаний. Естественно, тут нельзя говорить о каких-то именно рейдерских схемах, что характерно для небольших компаний, когда, если уж происходит перерегистрация, какие-то там мошеннические операции, то списываются значительные пакеты акций. В смысле известных компаний пакеты небольшие относительно, 100-150 тысяч долларов, но мошенники идут на это. Пожалуй, самое большое мошенничество было, когда пытались списать акции на 3 миллиона долларов единовременно. Естественно, все это не может не сказываться, и мошенники выбирают именно ликвидные акции крупных компаний, которые они могут достаточно быстро продать на рынке. И, скажем так, акций этих компаний значительное количество, много, и, может быть, внимания где-то будет притуплено служб, которые должны следить за этим. Вообще, покупка акций – это нормально, да? Продажа, покупка акций – это нормальный инструмент. Но здесь необходимо говорить о том, что рейдерские группы зачастую осуществляют это с нарушением закона. Причем статьи, которые нарушаются уголовного кодекса, их значительное количество, начиная от, скажем так, общеуголовных статей, то есть это и шантаж, это и различные методы давления, угрозы и так далее. И такие, можно сказать, сугубо экономические статьи, как, скажем, незаконный доступ к коммерческой информации, соответственно, использование ее, незаконное получение выписок из реестра акционеров и так далее, и так далее, и так далее. Только за последние несколько месяцев было возбуждено несколько уголовных дел по незаконному доступу именно к коммерческой информации, столичную коммерческую тайну, непосредственно к доступу к реестру. То есть рейдер незаконным путем получает доступ к реестру, после чего пытается осуществить скупку. Но изначально нарушен закон, уголовный кодекс, и подобные сотрудники различных фирм, кто причастен к этому, привлекаются к уголовной ответственности. А простому акционеру, у кого небольшой пакет акций, необходимо, конечно же, взвесить всю информацию, получить информацию, может быть, в СМИ, независимую информацию, изучить вопрос, и, сопоставив цену, за которую предлагают акции, сделать для себя выбор. Не всякого сомнения, рейдеры пользуются действительно слабостями, причем слабостью зачастую сотрудников предприятия. То есть они ищут слабое звено, и, обладая определенными денежными возможностями, они, конечно же, подкупают определенных сотрудников, определенных людей, которые либо обладают информацией, либо могут ее обладать, либо могут ее получить. Чем и пользуются, не секрет, рейды, вообще рейдерство, оно достаточно, скажем так, обладает коррупционной составляющей, это вне всякого сомнения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ